В последнее время все чаще в интернете, во всякий там ЖЖ, читаю, что в СССР не было наркоманов. Потому что были пустые полки в магазинах. Наркоманы появились только в позднее советское время. Вот такая чугунолитейная логика. Ну, те, кто поумнее, пишут так. Отсутствие конвертации рубля, а потому и не было наркоманов. Ну, это логика такая, железобетонная. Вот только куда деть уголовный кодекс, принятый в 1960 году? И особенно знаменитые статьи. 224, 225 и 226. Об обороте наркотиков, о выращивании наркотиков, о создании притонов. А ведь эти статьи еще ужесточили в 1974 году. А кодекс-то работал почти 30 лет. Значит, наркоманы были. Но! Тот, кто попался два раза в состояние наркотического опьянения, попадал в тюрьму на срок до 6 лет. Все больные наркомании были обязаны проходить лечение. В случае уклонения направлялись на принудительное лечение на срок до 2 лет. Жесткая политика. Согласен. Но ведь были результаты. Читаем. В 1965 году на всю страну было зарегистрировано около 10 тысяч наркоманов. Напомню, нас тогда было почти 250 миллионов. Далее. С 1970 года по 1985 численность больных, состоящих на учете с диагнозом наркомания и токсикомания, с 10 тысяч 400 увеличилось до 16 тысяч 400. И ведь мы помним это время. Но не валялись тогда шприцы по подъездам.